МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Барнаульского дома не могут найти спасения от кровососущих насекомых. Вот здесь, допустим, под плинтусом, они оттуда прыгают. Там в комнате, они вообще прямо возле телевизора полностью. Родился в Орловской области, служил в Праге, Москве, теперь руководит митрополией на Алтае. 60-летие отмечает сегодня митрополит Барнаульский Алтайский Сергий. При нем стало улучшаться церковные жизни и вообще развитие на Алтае. Это информационный канал «Город» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Барнаульский поток ожидает реновации. Для тех, кто слышит об этом впервые, поясним. Жители 47 ветхих домов на потоке планируют расселить, старые дома снести, а вместо них построить квартал из новых и современных. Подобные проекты реализуют сейчас не только за границей, но и в других российских городах. Что думают о реновации по-барнаульски? Те, кто сейчас живет на потоке в тех самых подлежащих сносу домах, выяснял сегодня Алексей Янкин. Редкая улица на потоке обходится без таких зданий. Ветки, двух- и трехэтажки, примета микрорайона. Мы могли бы просто поставить видеоряд, и многое о потоке стало бы ясно. Но сегодня нам было интересно из первых уст узнать настроение обитателей городских трущоб. Заходим в первый попавшийся дом Петросухова, 55. Пока оператор снимает подъезд, из квартир выходят люди. Моя племянница здесь живет. Я-то из Тюмени приехала. В Тюмени я таких не видывала домов. Не видывала, сынок. А у кого вот маленький ребеночек вот ляжет в лялечку, каково вот, проснется, глазоньки откроет и все. Ой, страшно, страшно, сынок. Помоги, Господи, поскорее бы сделать это снасишение. Ушибка аварийная, это домишко. Перемещаемся на улицу Тимуровскую. Здесь нас не покидают ощущения, что дома необитаемы. В том числе этот. Оказывается, ошиблись. Дверь нам открыл житель верхнего этажа, инвалид Виктор Крюков, и сразу пригласил на кухню. Но глядя на дыру в потолке, сквозь которую видно небо, желание выпить чаю сразу улетучилось. Интересуемся у хозяина, как он с такой пробоиной умудряется зимовать уже три года. Вот видите, шторкой завешиваем, а там отопление включаем, но электрические, обогреватели. А здесь что происходит? А здесь что, снег падает, горка льда, больше ничего. История о том, как жители потока пытаются существовать, иначе не скажешь, среди разрухи, сегодня мы услышали немало. А между тем, в мэрии микрорайон считают перспективным. Накануне в администрации сформировали перечень приоритетных площадок для развития жилищного строительства. Семь из них на потоке. Их освоение, считают чиновники, позволит расселить граждан почти 50 ветхих домов. Иными словами, старое жилье предлагается снести, а на его месте построить современные кварталы с высотками. Все это должен сделать инвестор, которого еще надо найти. Перспектива, ну, скажем так, среднесрочная, если можно так сказать. Сейчас сделать что-то там невозможно. Во-первых, потому что ограничения этажности существуют в силу действия текущего генерального плана. После утверждения генерального плана в 2018 году, нового генплана до 2036 года, возможно применение к этим территориям уже других категорий, которые предполагают строительство многоэтажного жилья, которое, повторюсь, более выгодно инвесторам. На самом деле Барнаул далеко не первый город, в котором планируют реализовать подобный проект. В столице России под реновацию попали более 5000 хрущевок. Там дома уже вовсю сносят. А вот верят ли в скорейшую реализацию проекта реновации жители барнаульских ветхих домов? Как бы не знаю, когда там инвестор найдется. Может это все закончится плачевно, как в соседнем доме по Емиле Алексееву. Я думаю, что можем не дожить до переселения. Не верю. Почему? Ну потому что я уже вообще нашим властям, я им просто не доверяю. Какой вывод можно сделать из общения с жителями потока? Программа реновации – это хорошо. Но, скорее всего, не все дома достоят до момента ее реализации. Алексей Янкин, Николай Шилко, информационный канал «Город». Жители индустриального района Барнаула остались без газа. Это случилось из-за строительства третьего Малаховского кольца. Как сообщает «Комсомольская правда» на Алтае, со ссылкой на Комитет по энергоресурсам и газификации Барнаула, накануне 61-му потребителю прекратили подачу топлива из-за внеплановых работ на объекте газораспределения. Кроме того, без газа остались некоторые клиенты компании «Русэнерго». Когда подача возобновится, не сообщается. Напомним, реконструировать транспортную развязку начали в середине июля. Строительство четырехполосного кольца по задумке властей должно увеличить пропускную способность перекрестка и снизить аварийность. Это произойдет за счет уменьшения транспортного потока и обустройства островков безопасности для пешеходов. Основные строительные работы должны закончить в этом году, организовать само кольцо, перенести трамвайные пути и коммуникации, обустроить ливневую канализацию и уложить нижний слой дорожного покрытия. Бордомольцы переживают нашествие блох. Жители одного из домов краевой столицы не могут найти спасения от кровососущих. Подвал здания уверяют, буквально кишит паразитами. Блохи сейчас повсюду уже перебрались в подъезды и даже квартиры. За помощью горожане обратились к специалистам. Те отреагировали, пока ограничились лишь обещаниями. Не только об этом Кирилл Политов. Коммунальный патруль вернулся из отпуска. Ну они вот у меня, они маленькие такие, типа комары накусали. Эти красные точки – свежие укусы блох, уверяет Юлия. Особенно активны насекомые в ночные часы. Тогда уже не до сна от укусов пострадала не только Юлия, но и все ее родственники. Семья живет на первом этаже. По заверениям девушки, именно подвалы есть главный источник появления паразитов. Долгое время в помещение не поступал свежий воздух. Отсюда сырость и, как итог, отличная среда для размножения кровососущих. Вот здесь, вот допустим, вот тут под плинтусом щель, они оттуда прыгают. Там в комнате, они вообще прям возле телевизора полностью. Ради наглядной картинки мы с оператором хотели спуститься вниз, в подвал, но жители нас заверили, лучше не стоит. А еще не стоит заходить в квартиры, предварительно не вооружившись химическими или народными средствами. Правда, это лишь временная мера, да и когда счет идет на десятки особей, средства практически не помогают. Сначала нужно устранить антисанитарию в подвале, а уже потом последствия в виде блох. Такими темпами кровососущие могут допрыгать и до соседних квартир, подумала Юлия и начала звонить в различные инстанции. В том числе свою управляющую компанию, на балансе которой и стоит дом по адресу Антона Петрова, 65. Начальник уже, в САМО жил, мастеру позвонила. Через неделю позвонила, мне мастер сказал, за неделю приедут, их уберут. Я через неделю позвонила, он сказал, я уволилась, звоните туда. Я снова позвонила туда. В общем, они сказали, я говорю, дайте хотя бы мне номер начальника, они мне дали номер начальника. Начальник, в общем, они сказали мне, что начальник уехал в командировку и будет только в понедельник. Еле как они мне его номер дали. Потом я звонила в приемную госинспекцию еще и в администрацию. И никто не приехал до сих пор. В другом случае приехать к жителям будут обязаны сотрудники Краевого Роспотребнадзора. Именно в это ведомство в такой ситуации советует жаловаться наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь. Добавляет, спастись от нашествия блох возможно только одним способом. Обработать сразу все здание. Эпизодическая борьба тут будет бессмысленна. Управляющая компания обязана периодически, в зависимости от необходимости, проводить гератизацию и дезинфекцию подвального помещения. Для решения данного вопроса жителям необходимо письменно обратиться в управляющую компанию. И в случае бездействия таковой обратиться в Роспотребнадзор. Пока же Юлия вновь запасается полынью. Это на случай, если визит специалиста все же затянется. К примеру, как это произошло еще в одной коммунальной истории. Вот в прошлый раз приезжали сюда, в этот подвал Титова-48. Был затопленный, запах был неимоверный. Но сейчас здесь все сухо. Юрий Юрьевич вместе с десятками жителей этой многоэтажки теперь может вздохнуть полной грудью. Все сухо, даже в тапочках можно ходить. Это сейчас здесь сухо и комфортно, а былом уже ничего не напоминает. Для сравнения смотрим кадры первого визита нашей съемочной группы. Вот он, тот же самый подвал. Это здесь такой уровень, а там еще глубже. Подвал дома был заполнен под завязку канализационными стоками. Под ногами разлилась жижа, потолок облепили полчища насекомых. Самый настоящий рассадник инфекции жаловались домочадцы. Потопы, говорят жители, здесь были регулярными. Специалисты компании «Бжетнумер один», как ни странно, о проблеме знали. Сочувствовали, проводили совещания, вновь сочувствовали и вновь проводили совещания. В данный момент я не готов подпределить вам на вопрос, что и как вам заделить. Угу, ну, ну, понятно. Так было несколько недель. От постоянной сырости в квартирах первых этажей нечем было дышать. Люди даже в летние месяцы жили с закрытыми окнами. Съемка, репортажи, эфир, очередные звонки жителей. И вот он результат. Молодцы, все сделали, но формально, то есть вопросов никаких нет. Просто нужно было делать раньше. Успеть устранить порыв за 24 часа. Правда, в данной истории мастера в регламент явно не уложились. В зависимости от условий договора управления, управляющая компания должна в течение одних суток устранить причины порыва канализации и как можно быстрее устранить канализационные стоки, образовавшиеся в подвале. А в случае бездействия управляющей компании возможно обратиться либо в ГЖИ, либо в Роспотребнадзор. Выходит, что в первом случае, что во втором, все дороги ведут вот сюда, вот в это здание по адресу Максима Горького, 28. О других не менее интересных событиях из сферы ЖКХ смотрите в ближайший четверг. Не пропустите. Но если вам стали известны факты бездействия коммунальщиков, расскажите нам об этом. Телефон редакции в Барнауле 722-301. Звоните. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал Город. Пятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Барнауле. К счастью, остался жив. Возможно, его спасло то, что упал он лишь со второго этажа. Но серьезные травмы ребенок все же получил. Сейчас находится в больнице, в палате интенсивной терапии. По данным следственного комитета, который сейчас выясняет обстоятельства, ЧП произошло, когда мать оставила трех малолетних детей дома одних. Отметим, за это лето уже 15 детей в крае выпали из окон. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Чудом, все они остались живы, но с серьезными травмами, которые потребуют долгого лечения. В Барнауле с 31 августа на двух участках улиц появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. Один из участков – четная сторона улицы Интернациональная, дома номер 54 до проспекта Ленина. Здесь знаки установят, чтобы освободить выезд автомобилей пожарной охраны от здания 1-го отряда противопожарной службы Алтайского края. Второй участок возле здания по адресу проспект Ленина, 47. В этом месте запретят останавливаться с 22 часов до 6 часов утра, чтобы обеспечить общественный порядок в ночное время. 60-летний юбилей сегодня отмечает митрополит Барнаульский Алтайский Сергий. Поздравить владыку приехали священнослужители высшего ранга из Кузбасса, Казахстана, Республики Алтай и епархии нашего региона. Завершается круг лета Господня, заканчивается август, заканчивается богослужебный год, и начнется новый совсем скоро, с чем я вас всех и поздравляю. Символично, что день рождения владыки совпал с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который православные отметили накануне. Митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх в честь праздника подарил Сергию Панагию, небольшой образ Богоматери и крест, как символ духовной власти. Поздравительную телеграмму направил патриарх московский, всеярусик Кирилл. Митрополит Сергий родился в Орловской области, окончил духовную академию, семинарию. Путь богослужения начал в эстонской епархии, русской православной церкви. В 2003-м был назначен сотрудником отдела внешних церковных связей московского патриархата, а после с русской духовной миссией отправился в Иерусалим. Позже работал в Праге, Москве, в 2013 году начал службу в Барнаульской алтайской епархии. Поздравить главу алтайской митрополии пришли общественники, преподаватели и студенты Барнаульской духовной семинарии и простые прихожане. При нем стала улучшаться церковная жизнь и вообще развитие на Алтае. Дай Бог ему здоровья, Божьей помощи. Надеюсь, не будет останавливаться. Будет все только лучше самое. Дай Бог ему здоровья и благополучия нашей стране вообще всей в целом. Я думаю, и людям нашим российским. Краевой театр драмы остался без режиссера Александра Зыков, который много лет сотрудничал с коллективом, сейчас ставит премьеру и уезжает работать в Челябинск. Каким будет новый сезон в Краевом драматическом, расскажет Елена Кузовкина. На сцене театра драмы ставят комедию по пьесе Григория Горина. Спектакль не массовый, здесь нет шумных танцевально-вокальных сцен, да и артистов занято всего семь человек. 8 сентября феноменами откроют 96-й творческий сезон. Это в чистую комедия, очень хорошая, спокойная, нормальная комедия, которой можно открывать сезон, в отличие от других спектаклей, которые мы открывали сезон. А эти можно открывать, чтобы зритель просто пришел и отдохнул на этом спектакле. А вот постановщику спектакля Александру Зыкову теперь совсем не до отдыха. В Краевом драматическом он поставил более десятка спектаклей. Феноменами карьеру здесь заканчивает. Известно, что Зыкову предложили хорошую должность в театре Челябинска, и он согласился. Ему предложили такие условия, которых мы ему никогда не сможем предложить. Увы, перекупили. Прямо вот по-русски. Забирать с собой любимых актеров, Зыков, ненамеренных, хотя такое в театральной практике часто встречается. По мнению директора драматического, потеря режиссера, пожалуй, самая яркая потеря в новом сезоне. К слову, и заметных приобретений нынче не произошло. Особо не занималась подбором новых актеров, потому что, ну, многие, наверное, знают о том, что у нас подрастает курс Олега Ромовича Пермякова. Они в этом году заканчивают, последний год, на следующий сезон мы их забираем. Они у нас работают в нескольких спектаклях. Некоторые есть уже главные роли у них. То есть вот сейчас мы делаем вводы. В этом сезоне планируют выпустить пять премьер. Какие названия пополнят репертуар драматического театра, точно не знают, поскольку сейчас решают вопрос с приглашенными режиссерами. Необходимо их принципиальное согласие. В театре говорят, что и среди своих есть достойные постановщики. Например, Лена Кегелева или Максим Астафьев. Последний вновь будет ставить новогоднюю сказку. Елена Кузовкина, Павел Лауранин, информационный канал «Город». Где до революции в Барнауле был один из самых богатых и шумных районов города, а теперь царит почти деревенская тишина, знает Илья Кочетков. Сегодня он прогуляется по одним из старейших улиц города – Луговым. Не удивляйтесь, раньше их действительно было несколько. Смотрим. Что большинству барнаульцев приходит в голову, когда они слышат улица Луговая? Думаю, не ошибусь, сказав психиатрическая лечебница. Для многих именно этим все известное об улице заканчивается. А вот для писателя Владимира Коржова только начинается. Он вырос в этом районе на слиянии Барнаулки и Аби и знает его историю не по книгам. Так что для Коржова Луговая, по сути, возвращение на малую родину. Мы начинаем свою экскурсию, свой обзор с конца, с третьей луговой улицы, которая по настоящее время называется Луговая. Справа находится краевой психоневрологический диспансер, но он немного достраивался, перестраивался. Здание построено в начале 20-го, в 20-е годы 20-го века. Во время Великой Отечественной в этом здании размещался один из госпиталей. Напротив, здание, где после войны производили изделия для сельхозтехники. Здесь же уже покрыто современной облицовкой здание, где в советское время ремонтировали киноаппаратуру. Но вернемся к более ранней истории, которая скудна, но представлена. Стоит лишь присмотреться к немногим сохранившимся старинным домам. Если быть точным, луговых изначально было сразу три – первая, вторая и третья. По словам нашего собеседника, намывать грунт, спасаясь от наводнений, и селиться здесь стали в 19-м веке. Именно тогда улицы и стали называться луговыми. Владимир Коржов уверен, вопреки расхожей легенде, лугов именно здесь не было. Это выход на луга был отсюда, то есть на острова, на пойму. То есть отсюда переправлялись на луга? Конечно, конечно. Поэтому луговые? Поэтому луговые? Не здесь были луга? Не здесь, здесь не было лугов. Постепенно улицы наполнялись жилыми домами, причем весьма богатыми – торговыми, лавками, гостиницами. Здание поликлиники – сейчас-то улица Чехова, а раньше вторая – луговая. Когда-то было одной из самых престижных гостиниц города, называлась она Ялта. По словам Коржова, построили здание еще в конце 19-го века, и оно сразу стало процветать. А дата на Флюгере говорит о новом этапе в истории не только здания, но и всей Сибири. К 1915-му российские мореплаватели проложили северный морской путь, да и железная дорога заработала. Это связало Сибирь с Европой. Зарубежные купцы хлынули, предприниматели. Сюда, на Алтай? На Алтай, да. Потому что алтайское масло славилось, сыр. В 1915-м году установили этот флюгер и эту вот башенку. Это уже установила английская торговая фирма, или компания, можно так назвать, которая въехала в это здание. В здании, где сейчас тоже занимаются душевным здоровьем, изначально был гостевой дом, а в советское время – так называемый дом крестьянина. Здесь останавливались гости из сельской местности, привозившие в город на продажу свою продукцию. По словам нашего героя, район нынешний Чехово вообще во все времена был местом веселым. Например, в здании старообрядческой церкви когда-то жили люди, а до революции, по словам Коржова, располагался, ну, что называется, дом для утех. Вообще, все явно сейчас выглядело бы здесь по-другому, если бы не пожары, уничтожившие значительную часть Барнаула. В каком-то смысле улицы Луговые, пожалуй, самые невезучие улицы города Барнаула. Они почти полностью выгорали дважды во время знаменитого майского пожара 1917 года и за три года до этого – летом 1914. Начиная с 20-х годов, 20-го века, жизнь здесь не то, чтобы пошла на спад. Образовался некий островок старого, тихого, почти деревенского Барнаула. Рядом стройки, развитие, движение, а тут рыбалка, тишь. Так продолжалось десятилетиями. Да и сейчас, несмотря на растущие вокруг дома, не особо все меняется. Этот забор, вот, примерно, как я помню, он был такой же высоты и такой же дряхлый со времен моего детства и юности. Я вот так стоял. Да. Дом, в котором Владимир вырос, стоял на Первой Луговой, ныне Преречной. Здесь до сих пор можно встретить вот такие дореволюционные постройки. Но большую часть домов снесли. Владимиру приходится как следует поискать то место, где стоял дом, в котором он вырос. Дом с видом на Барнаулку. Вот эти береза и клен стояли перед окнами моего дома. Молодцы строители, что когда делали, они пожалели эти деревья, и они остались. Улицы семейства Луговых сегодня своего рода городской заповедник, объединивший сразу несколько миров. Расположенный в центре города, он в то же время остается на его окраине. Как знать, может, наступающие высотки с одной стороны и туристический кластер с другой внесут изменения и сюда. Но лично я уверен, что если это и случится, то еще не скоро. Илья Кочетков, Николай Шелко, информационный канал «Город». Временное ограждение появилось у старейшего в городе парка Центрального района. Появилось взамен прежнего, которое давно пришло в негодность. Строители уже разобрали большую часть старого забора. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы по обновлению ограды в общей сложности длиной в 300 метров стоили бюджету около 15 миллионов рублей. Чугунное литье для нового забора выполнили на Каменском предприятии, а столбы изготовят из бетона или желтого кирпича. Все работы, по словам директора парка, планируется завершить до 1 декабря. Кроме того, в ближайшее время у парка появится новый фирменный стиль, который коснется всего от логотипа до внешнего вида скамеек. Патриотическая акция «Ко дню города» стартовала в Барнауле. Активисты раздают на улицах тематические наклейки с надписью «Я люблю Барнаул». Наклеивать стикеры можно на одежду, стекла автомобилей, сумки и портфели. Организаторы подготовили для барнаульцев больше 100 тысяч наклеек с признанием в любви к родному городу. Фото со стикерами можно выложить в соцсетях с хэштегом «Я люблю Барнаул». Авторам самых ярких и интересных снимков в День города вручат памятные подарки. Если в преддверии праздника вы не встретите на улицах активистов с наклейками «Я люблю Барнаул», получить стикеры можно в Краевом офисе Российского Союза Молодежи. Сегодня в 20.00 на ТНТ не пропустите заключительную серию сезона «Саша Тани», из которой окончательно станет ясно, что же сильнее мужская дружба или женская хитрость. А в 21.00 смотрите ТНТ-комедиу «Безумное свидание». Чтобы окончательно не погрязнуть в быту, супруги Фостер решают устроить себе небольшое свидание. Но стоило им назваться чужими именами, как они сразу получили, проблемы. Оказывается, под этими именами скрываются должники мафии. А у мафии свои методы возвращения кредитов. И завершение выпуска о погоде. Завтра в Барнауле ясно, ветер западный слабый. Ночью синоптики обещают до 13, днем до 26 тепла. И это все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова